всем огромный при огромный привет рада видеть вас на своем канале надеюсь вы рады меня слышать ребят поговорим мы с вами о канале ольга уралочка лайф обсудим очередной видос как она готовила рыбу хе помните на ярмарке она накупила там скумбрии да не одну или две штучки а аж целых четыре да при том что не ест обдугани рыбу но она попытается все сделать чтобы он ел ее в конце видеоролика она благодарила зрителей которые ей давали рецепты что сделать там котлетки там еще какую-то рыбку прикупить как приготовить как будто слушайте она не знала всего этого все она прекрасно знала но знаете вот надо было надо было попросить совета дабы написали побольше комментов что же можно приготовить из рыбы ребенку да и более дельные советы давали относительно рыбы чем это все можно заменить тут она еще рассказывает что у обдугани и гемоглобин низкий и якобы надо есть печенку и говядину но что-то она приготовила еще и индейку в общем говорит два дня гуляли два дня голодали но мы видели как они голодали когда гуляли сколько они прикупили вот этих вот ролл да там было две огроменные упаковки вернее одна огроменная вторая чуть поменьше ну вот так вот они якобы не готовили голодали значит ну и решила она приготовить аж 4 рыбы хе там взяла огроменный тазик туда все это дело перезасыпала морковку значит лук маринованную скумбрию и за кадром все это вымешивала сафар дал указанию за кадром перемешивать говорит руки у меня чистые сто раз их помыла уралочка руки может быть и чистые но вот это вот твоя рана шелушащаяся и что у тебя творится под ногтями вот это неизвестно хотя известно что там может твориться под ногтями еда которую каждый день ты туда складываешь под ногти и явно не вымываешь точно так же как и сафарик на стриме вы видели этот момент когда он что-то там отковырял в голове потом достал с под ногтя это рассмотрел фу блин ребят это ужас ладно хоть не в носу и не в ушах хотя от него можно и это ожидать раз уралочка рассказывала какие пробку промывали помните как из уха у нее там вылетала это ж позорище но она вот это вот рассказывала поэтому я уж тут не удивляюсь что у нее в ушах что у нее под ногтями да значит замариновала она эту рыбку сказала что это так вкусно это так вкусно получилось огромный тазик ну как раз таки на двоих сафариком нормально хотя опять все она на него свалила говорит мясорубка у него работает хорошо готовить он не умеет говорит только командует когда она нарезала вот эту индейку чтобы на сковородку пережарить да положить и приговаривала что якобы сафар постоянно что-то там дает какие-то советы а сам только яичницу и может приготовить ну плов еще тоже значит якобы она решила показать какая она хозяюшка какой он никчемный что готовить он не умеет только работать мясорубкой он умеет как она выразилась дай боже пользуется она уже новыми кастрюльками да кастрюльки решила не продавать но помнится мне она что-то говорила про племянницу что племянница хочет подарить там какие-то кастрюльки эти новые или те что у нее раньше были вот я что-то как-то не помню но то что должна была подарить то это точно ну ребят по поводу того что подарить мы уже знаем как она дарит дарит она через деньги на зоне июле да так просто урал очка ничего не раздает на стриме как говорила это все принадлежит нам все что присылают на обзор все наши что хотим то и делаем действительно конечно что хотите то и делаете хотите продаете хотите раздаете но врать при этом не нужно ну они уже так заврались и с этими датами регистрации брака там уже не разобрать ребят она уже путается говорит ой я перепутала то забыла где-то там по моему какая-то дата уже февральская мелькала короче с этой росписью ребят мне кажется полнейший трешняк и там этой росписи у них и не было и никакого свидетельства о браке также не было потому что ребят ну осталась бы какая-то фотография памятная после регистрации брака ну не захотелось ей там показывать да это свидетельство о браке покажи фотографии со свадьбы ну пусть у вас гулянки какой-то не было но фото остаться памятные должны уралка фотографии с бывшим мужем показывала а с сафариком почему-то нет ни одной да в общем приготовила она кастрюлю огроменную макарох да приготовила гуляш индейку с подливой и значит собралась кормить своих мужиков особенно сафарика вечно голодного когда она готовит он постоянно приговаривает что он очень хочет есть кстати опять смеялся по-дурацки с какой-то просто дуростью до за кадром в принципе я уж и не удивляюсь да когда в таджикистане готовила мама и он снимал почему-то за кадром он так и не смеялся до вел себя адекватно а в россии посмотрите что стал вытворять кстати вот этот тазик хе они приготовили сугубо для себя двоих потому что когда уралочка подготавливала рыбу то подойдя к умывальнику абдугани понюхал и сказал фу то есть есть это он сто процентов не будет раз фу и я не думаю что уралочка там будет его заставлять что интересно да то когда она рассказывала про то что у него там гемоглобин понижен да что то там еще не хватает какого-то там витамина дэ и говорила ничего все восстановится якобы что сафарик сказал что слишком дорог дорого обходится да абдугани что надо покупать там и рыбу и икру и еще там что-то а уралочка да ты что все нормализуется типа якобы что он слишком дорого им обходится то есть ребенок сын да вот так вот сказал папочка ну у него ребят только деньги на уме да и у нее тоже если помните конец стрима как там 500 рублей прислали какая была реакция у сафара он прям показал урал очки что там деньги пришли почему-то ему на карту потому что в его телефоне да и урал очка давай тут же благодарить зрителей за эти деньги что и футболочка будет и шортики будет да швея мотористка это и говорит о том что они готовы расстелиться оба за деньги не важно сколько но при этом в школу сафарик отстегивает детям которые помогают в чем-то абдугани в общем ребят буду я заканчивать пишите что думаете вы по этому поводу оставляйте свои комментарии оставляйте свое мнение но я хочу напомнить что это лично мое мнение и я его никому не навязываю каждый вправе думать по-своему потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по разному и это нормально жду ваших комментариев жду вашего мнения прекрасного всем настроения позитивных эмоций мирного неба над головой любви добра понимания и конечно же здоровья берегите себя берегите своих близких ну а я вас обнимаю всем пока пока